МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хоть только поляпшение материальной базы справа не обмежевывается. Значная увага створению комфортных умов для проживания специалистов. И нам очень активно помогают исполкомы. Потому что жилье, как всегда, это фонды скополкомовские. И районы заинтересованы в том, чтобы сохранить специалиста, прежде всего. И, соответственно, своим возможностям районным выделяют и арендное жилье, и квартиры, и малосемейки. И это есть практически во всех районах. Количество разное, но везде есть. И в городских больницах тоже. Гоноровые грамоты, подзяки и нагрудные знаки. Один Министерство охоты здоровья, гомельских облаканкам и областного совета депутатов национального схода Республики Беларусь. Яны саправды заслужили гэты узнагороды. Празнекольких годин у дзельники у расчистого схода разъедутся по своих городах, причем некоторые одразу накируются на працу. У медицины нема перепынков. Квалификованную допомогу необходимо оказывать круглосуточно. Тем более, что сегодня идет доскональование работы Галины на законодавчем узровне, что мает на увазе в первую чергу повышение якости оказываемых послуг. Сделаны три важных законотворческих процесса. Это принят закон о транспатологии в области пересадки органов и тканей, о экстракорпоральном оплодотворении и санитарно-эпидемиологическом благополучии. Эти законодательные акты дали возможность расширить перечень услуг вот тех направлений, которых я озвучил. Олег Сюнцеров, Анна Каральчук, Валерий Гапанько, телерадио компания «Гомель». Сегодня у «Гомеля» почалась доброчинная акция «Выратуем життя разом». Ей организатором стала областная организация «Червоного крыжа» разом с Гомельской станцией переливания крыви. Головная мета – притягнуть увагу, як мага больш людей, дабясь выплатной сдачи крыви. Кто первым отгукнулся на этот заклик, ведая Олег Сюнцерову. Один из девизов доноров «Стань героем, выратуй життё». Это правда акция милосердности, которая позволяет реально допомогать тем, кто имеет это потребу. Только в прошлом году доноры Гомельской области сдали 13 144 килограмма крыви. Правда, на безвыплатной основе. Сейчас, здаясь, только прикладно каждый третий килограмм. А тому одна из мета проводимой акции формирования у насильства позитивного ставления минавица до такого вида донорства. У речи «Сегодня допоможешь ты, завтра допомогут тебе». Головный урач областного шпиталю, инвалиду войны и одночасово наместник сочинения Гомельского областного совета депутатов Олег Иванцов ведая их это вельми добро. Кажет, что сдаденная кровь допомогает заховать житие навод в самых надзвучайных ситуациях. Заменить кровопотерь лучше всего, конечно, кровь. Поэтому этот донорский, который сейчас процесс происходит, благотворительный, он спасет жизни. Спасет жизни и роженицам, и людям после операции, и людям, которые болеют резонезаболеваниями различными. Поэтому это очень важно. Депутаты Гомельского областного и городского совета сегодня стали первыми удельниками доброченной акции, выроду им житие разом. Это приклад для инжих, робить добро не тяжко. Инжая справа, что при сдаче крови есть пыльные обмежевания, связанные с некоторыми захворываниями, истнуючая одеждая база медицинских даденых, позволяя оперативно контролировать процесс. А прича такого еще раз кровопотом проверить на специальном обслуживании. Эта акция по безвыплатной сдаче крови первая, которую проводит областная организация червоных окрыжа, але неопочная. Туту в этом не сомневаются. В уставе Белорусского общества Красного Креста пропаганда донорства стоит одной из первых направлений нашей деятельности. Этому сейчас в стране уделяется много внимания, и впредь, я думаю, что такие мероприятия будут проходить не только в области чаще, но и по всей стране. Олег Сентяров, Валерий Копанько, телерадокомпания Гомель. Новые технологии и новый рекорд. В Першинево Украине пробурана глубокая сведровина усяго за три с половой месяцы. Это беспрецедентный выпадок для Галины. Заслуга на рахунку белорусских специалистов. Беларусь на автопрацует в Украине про свое датчинное предприемство «Сервис Оил». Рекордную худкость сведрования досягнули на Семиренковском газоконденсатном родовище. По плане пробурить сведровину повинны были прикладно за 175 суток. Зробили за 110. Это на два месяца, операджая график. У вынеку отремливать доходы от работы новой сведровины стало макшима на шмат раней. При сведровании выкрыстовывались инновационные технологии и левшие международные практики. А кроме того, были оптимизованные процессы будовництва. Проводилась долгая подрыхтовка. С початку выканана так званая «буренья на паперы». Практически вся скважина была построена с применением передового опыта мирового. Белорусские технологии или подходы реализовывались непосредственно в оптимизации цикла строительства скважины со стороны бурового подрядчика. Велось так называемое предпроектное решение, это так называемое бурение на бумаге. Когда собираются все подрядные организации совместно с заказчиком, обсуждается проектное решение и пути возможных ускорений на том или ином этапе строительства скважины. Помощник президента Белоруссии инспектор по Гомельской области Юрий Витольдович Шулейко откажет на питание Жихароу региона. В наступную сираду 19 червяня он проведет прямую линию у Гомельским областным выканавчим комитете. Выказать свои пропоновы або скарги можно будет с 15 до 17 годин. Нумер для совести у Гомеля 33-12-37. Представники промысловости, адукации, сферы охоты здоровья, громадских объединений, сёння на президиуме областного совета депутатов затвердили состав молодежного совета. Структура створена при облсовете. У ЕЕ составу увайшли 26 человек. Их выбрали большим со 180 претендентов. При отборе кандидатов уличывались активность житевой позиции, значность и актуальность огученных ими проектов и дей пропонов. У кожного из молодых людей в совете будет уникальная макшимость проявить свои творческие здольности, зразуметь, что такое мясовое керование и само керование самим унести укладу в социально-экономичное развитие региона. Мы очень рады тому, что у вот этой, казалось бы, небольшой части представителей Гомельской области будет уникальная, на мой взгляд, возможность показать свои творческие способности, понять вообще, что такое местное управление и самоуправление, самому внести свой вклад в социально-экономическое развитие, быть, так скажем, не просто маленьким винтиком, а буквально рычагом для такого замечательного дела, как управление государством, хотя и в своей маленькой родине. Термин полномодства у Молодежного Совета, який будет функционовать на громадских початках, складе два годы. Первая организационная сессия запланованная на 26 червеня. На ней будут обраны старшиня, его наместник, секретарь, сформированные комиссии по разных направлениях, за отвердженный план работы. А маль 6 тысяч гомельских хлопчиков и девчонок все лета станут першоклассниками. Приемная кампания для их стартовала сенья. У школах и гимназиях областного центра она почалась спокойно, без ажиотажа. У одной из научных установ побывала наша здымочная бригада. Сюжет Марины Джалой. На этот раз мое прационное задание супало с властной справой. Треба было подать документы у першокласса на свое дитя. Кабинеты, где принимали заявы от законных представников, пустовали. Администрация говорит, что из раницы все было спокойно. Здравствуйте, Наталья Васильевна. Здравствуйте. Третий раз уже к вам приходим. Снова у нас появился первоклассник, принесла документы. Проверьте, пожалуйста, все ли в порядке. С документов потребно принести только медицинскую доведку, посвящение об народжении будущего першоклассника и свой пашпорт. На месте написать заяву. Сегодня хвалюющий день для многих батьков, которые отдают своих детей в первые классы. И для меня так само, потому что уже мое третье дитя уверенность пойдет в школу. И первую снова в третий раз мы отдали 71-й гимназии, подали документы. Все прошло вельми спокойно, худко и литерально за 10 хвилин. Али одна справа, когда дом, где прописанный будущий першоклассник, территориально относится до установы адвокации, которую брали батьки. Иншая, когда ее жадание, как дитя навыршалось в школе и гимназии, которые окажут простыми словами не по прописке. Заявы от законных представников администрация оформит. Али даже не у нее никаких гаранты, что дитя примуть не даст. Сегодня первый день, когда родители могли подать заявление для своих детей, которые пойдут в сентябре в первый класс. Расскажите, пожалуйста, как в вашей гимназии прошел первый день вот такой приемной кампании? Сегодня, на конец практически рабочего дня, подано всего 87 заявлений от законных представителей учащихся, которые не зарегистрированы на нашей территории. Причем 85 из них поданы уже на 10 утра. какого-то ажиотажа на утро у нас гимназии не было. Основная масса родителей пришли к без 15,8. В это время мы провели еще раз с ними разъяснительную беседу в актовом зале, пригласив их всех туда, рассказав, что это, каким образом будет проходить прием, кто идет на прием к директору гимназии, кто идет сразу же подает весь пакет документов одному из администраторов. А сколько было подано заявлений от законных представителей, которые прописаны и дети на территории закрепленной из-за гимназии? На сегодняшний момент всего 14 заявлений. Они же обладают первоочередным правом, чтобы их дети ходили именно в эту гимназию, то есть они могут не спешить и подавать свои заявления на протяжении всей вступительной кампании? Абсолютно верно. Родители тех ребят, которые зарегистрированы на территории гимназии, имеют право не спеша спокойно принести весь пакет документов до 28 августа. Все лето первоклассники, а их будет прикладно 5920, придут на своей первой линейке у 68 школ и гимназий Гомеля. В прошлом году первые классы пришли 5908 учащихся, поэтому места учреждениях общего среднего образования имеются, всех желающих мы заберем. Что касается ажиотажа, который сложился по отдельным учреждениям образования, проанализировав это всего лишь 12 учреждений, в основном это жители не микрорайона, школ, которые не подавали сегодня заявление. Но буквально к 11 часам никаких учреждений ничего в учреждениях образования не было и учреждения работают в штатном режиме. Документы у школы и гимназии можно подать до 28 жюння. Для залечения детей, которые проживают в микрорайоне, замацованном за школой эти гимназии, это можно сделать в любой рабочий день. Для хлопчика и девочек из других микрорайонов в дни приема граждан к руководству установ эдукации. Уся необходимая информация есть на сайтах школ и гимназий. Кроме того, до администрации можно записаться на особисти прием. Принаджала Игорь Маришенко телерадо и компания «Гомель». У Гомеле рыхтуются отзначит 100 годзи одного со старейших отделов внутренних справ. У непростые годы грамадянской войны тут был створен новобелецкий отдел, который тогда назывался 4-й ротой. С историей и с участностью этого подразделения ознайомились наши корреспонденты. 20 червеня 1919 года в Гомеле створили военно-милицейский батальон. Три роты разместили непосредственно в городе и еще одну в городском шоссейной. Теперь Ильича. Это был непростый час. Еще не завершилась грамадянская война, а Гомель только что стал центром губернии. С момента занятия города шоссеями червонной армии прошло сего полгода, а уровень злочинности был таким, что гулять по ночной новобелеце с мирных жахаров никто не разыковал. Стать просто супразовником рабочей селянской милиции в таких умовах уже было подвига. Разом с тем проспал года после створения четвертой роты в ее составе уже наличивалось больше 90 человек. Служба в этом подразделении в уголе никогда не была легкой. Однако супразовники новобелецкого райотдела своим подразделением гонорились зауседы. Геннадь Лукьянов узначаливал его на протягу омаль восьми годов начиная у 6993-го. Сегодня он приходит сюда снова и с интересом проходить по кабинетах, где неколи находились его подначальные. С того состава теперь тут застались только 3 человеки. Это был саправды лихий час, когда служить проходили по заклюку сердца. При тагочасной зарплате оперативного супрацовника максимум у 40 долларов и постоянной рызыцы в новобелецком райотделе людей, которые порушили просягу, не было. В то время отдельные предприятия нерегулярно выплачивали заработную массовые мероприятия в больших количествах, забастовки были отдельные и на все это приходилось реагировать. Поэтому, конечно, сам факт невыплаты заработной платы на предприятии резко сказывался на состоянии криминогенной обстановки. В первую очередь увеличивалось количество краж. На это необходимо было соответственно реагировать и упреждать в какие-то мере. Поэтому вот в чем была наверное сложность того периода времени. Два начальники райотдела были и сучастны разом обыходят территорию будинка новобелецкой милиции. После службы у новобелецы Енаць Лукьянов працовал начальником криминального вышку Гомельской области и первым наместником начальника Головного управления криминального вышку Беларуси. Все у нее на пенсии. Но с правами своего былого подразделения цикавится неподробно. Сучастные супросовники и зараз сумленно выконывают свои обовязки. Прошим тыжится это у всех подразделений. От криминального вышку до отделения по наркоконтролю. Сейчас в нашей республике преобладают такие наркотики как альфа-ПВП так называемые соли. Их употребляют как дети лет с 14-15 так и взрослые лет до 40-50. То есть абсолютно не ограничено. Интервью с упросовником отделения по наркоконтролю перешкоджает телефонный звонок. Необходно терминово выехать на место сдарения. Хоть только боро-сбой с наркотиками служба новобелецких милиционеров не обмежевывается. Пришим размова не обовязкова о погонях и затриманьях. Подчас приезду нашей сдымочной группы в опорный пункт правопарадки запросили 27-годовую Оксану. В свой час по причине антигромадских поводинов ей позбавили батьковских правов. Теперь у ее сына новая семья. Но пылные зауваги до ладу життя женщины у сопротивников милиции застаются и зараз. Что джунная у нечем навод рутинная праца. Перострелки и погони это у кино. Узвучайном житте все по-иншему. Основная колька злочинства у Новобелецким районе сегодня пропадает на крадежи. Для их раскрытия необходимо быть просто профессионалам. Пробладают мобильные телефоны. Есть, конечно, кражи разных категорий. Это кражи велосипедов, хищения, как я говорил ранее, из транспортных средств. Но все эти ситуации контролируются работниками органов обелецкого района. И сегодня, если брать процентом отношений, то кражи раскрываются практически на 50%. Это хороший результат. Олег Сенчуров, Ольга Коновалова, Евген Макинка, телерадо компания «Гомель». Меньше находится на солнце, носить головный убор, пить больше воды. Такие парады придутся до речи в ближайшие дни. Синоптики до 15 червяня обвестили оранжевый уровень небезпеки. С каждым днем все больше лесов закрывают для наведывания. В Гомельской области обмежевания действуют уже в 19 районах. Не увяли заборону только Октябрьские и Житковицкие районы. При этом в Октябрьском районе увидено обмежевание на наведывание лесов. Тут допускается транзитное пересовывание людей, при этом избирать грибы и ягоды нельха. Находаем на сайте Минлясгаз размещена интерактивная карта, по которой можно отсочивать увядение и снятие забороны в своем регионе. Карта оперативно обновляется. Самая пригожая краина. Выстава фотосдымков под такой назвой сегодня открылась в российском центре науки и культуры в Гомеле. Ее промерковали до Дня России. Одну из первых экспозицию наведала Вероника Гамзюкова. Фотоконкурс «Самая пригожая краина» – это медиапроект русской географичной супольности. В этом году открытие фото выставы примирковали до Дня России. На сдымках финалистов и переможцев конкурса пейзажи. Мета-конкурсу подшторгнуть людей бережливо ставиться до дикой природы. Проект ожидається с 2015 года. За этот час авторы представили больше очень интересующаяся, очень дружелюбная и приветливая. В этом году решили непосредственно обратиться к детям, потому что самое молодое поколение – это наше будущее. Мы за дружбу между нашими государствами. И когда дружишь с кем-то, когда граждане Республики Беларусь, дружат с гражданами Российской Федерации, они же должны знать, что это страна такая, пососедствует. И вот решили самому молодому поколению продемонстрировать, насколько красиво наше организаторы запросили детей с 6-7 годового взрослого. Для их этой фотосдымки первый крок до спознания прихожей пейзажа в России. Организаторы продумали и забавляльную участку. Сначала юным наведовольникам центра показали мультфильм, а затем аниматоры проводили викторыны и знакомили детей с русскими народными гульнями. Скажи, что ты знаешь про Москву? Там много игрушек, и мне дед приносит из Москвы подарки. Я, конечно, не ездил в футбол, он ездил там в 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 Гомельчане смогут наведать выставу до 24 червяня. Вероника Гамзюкова, Василия Сипцов, телерадио компании Гомель. Тем часом у Ставрополя завершился третий международный фестиваль студентская весна краин Брикс и Шанхайской организации супрацовництва. В делу им принимала большая белорусская делегация, в составе которой было 6 человек с Гомельской области. Фестиваль запомнился насыщенной программой. У Яярамках проходили сустречи, конференции, конкурсы по семи на прамках «Эдукация», «Лидерство», «Медия», «Спорт», «Прыгажость», «Музыка» и «Мастатство». Белорусы удельничали во всех пропонованных секциях, презентовали свои проекты и демонстровали таленты. Каждый день у нас были какие-то занятия, мероприятия буквально с 9 утра до 10 вечера. Утром, днем это были образовательные секции, мастер-классы. Например, я участвовала на форуме журналистов, у нас было очень много экспертов, а вечером была большая развлекательная программа. Проводились вечеры национальных культур, организовывались интерактивные опляцовки, спортивные споборницы, экскурсии по Ставропольским краям. Самое главное это то, что мы увидели опыт других стран в этих основных направлениях, в образовании, в средствах массовой информации, вообще в молодежной политике, как она реализуется в других странах. Ведь здесь было более 20 стран, 20 тысяч молодых людей. Это самый драгоценный опыт, который мы постараемся увести отсюда и перенять его и реализовать уже у нас в Гомельской области. Новые напрацовки, веды, контакты, корыстный багаж. Гомельчане так само означают высокий уровень приему делегаций российским бокам. Особливая подяка волонтерам фестивалю, яких было больше на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgumil.by На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала Белару-4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Гомеле задержан оптовик интернет-магазина по продаже психотропа Альфа-ПВП. Оперативники наркоконтроля областного управления внутренних дел совместно с коллегами из Новобелецкого РОВД вышли на след так называемого минера еще в конце февраля. Неизвестный на тот момент закладчик в лесном массиве Новобелецкого района оставил в земле полимерный сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это особо опасный психотроп, неиспользуемый в медицинских целях Альфа-ПВП весом 9,12 грамма. Еще одна крупная закладка была обнаружена также в Новобелецком районе в малолюдном месте спустя пару недель. 32-летний, нигде не работающий гомельчанин перевез через границу России и Белоруссии порядка 140 грамм Альфа-ПВП. Мужчина разложил наркотики в виде закладок на территории города Гомеля, которые впоследствии были найдены сотрудниками наркоконтроля Управления внутренних дел и Новобелецкого УВД. Затем, в конце мая, мужчина вместе с подельником был задержан. У подельника было найдено 25 грамм наркотических средств в квартире. Что касается наркодилера и оптовика, то в подвальном помещении по месту жительства также было обнаружено 97 грамм Альфа-ПВП. В настоящее время материалы проверки переданы в Гомельский городской отдел Следственного комитета для правовой оценки. Спасатели выясняют причины возгорания кровли кафе. Пожар произошел сегодня ночью в Гомеле по улице Карповича. В 2 часа 50 минут на пульте дежурного Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что в здании кафе «Дым» Футландия из-под кровли идет дым. Когда спасатели прибыли на место из-под кровли здания шел густой черный дым. В результате пожара повреждено навес 2 на 2 метра и кровля здания. Рассматриваются две версии причины возникновения пожара. Нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования и занос постороннего источника зажигания неустановленным лицом. Проводится проверка, назначена пожарно-техническая экспертиза. Оружие притягивает, однако владеть им может далеко не каждый. А за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ предусмотрена уголовная ответственность. В доме гомельчанина, проживавшем на окраине города, оперативники уголовного розыска нашли самодельный пистолет. Баллисты Государственного комитета судебных экспертиз сделали заключение, что самоделка изготовлена с использованием деталей сигнального пистолета конструкции Шпагина путем внесения конструктивных изменений для того, чтобы можно было стрелять охотничьими патронами 16-го калибра. Пистолет признан пригодным к производству выстрелов. Однако уголовное дело не возбуждалось ввиду смерти владельца самодельного огнестрельного оружия в 2014 году. В милиции также напомнили, что добровольная сдача незарегистрированных ружей, наганов и винтовок и их составных частей, а также боеприпасов и взрывчатых веществ освобождает владельцев от уголовной ответственности. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В Гомеле проходит областное первенство по пляжному волейболу среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения. В турнире участвуют спортсмены из Гомеля и Гомельского района, а также Мозыря, Жлобина и Кармянского района. У девушек за первое место борются 10 пар, у юношей 6. По итогам этих соревнований будет сформирована команда области на республиканский турнир. Он пройдет в Гомеле с 21 по 23 июня на стадионе «Луч». В этом году очень мне понравилось, как выступает команда «Новая Гута», особенно районные, Кармянский район, Жлобинские команды неплохие, Мозырские. Из районов мне больше понравились кармянские такие перспективные ребята уже. «С этими соперниками мы уже встречались и на соревнованиях третьего года, и на некоторых соревнованиях второго года. Поэтому мы здесь очень многие знакомы. При такой жире, конечно, сложно играть. Погода, конечно, влияет на и результативность, и впечатления какие-то». Определен состав сборной Беларуси по борьбе на вторые европейские игры. Среди представителей национальной команды есть и спортсмены из Гомельской области. У девушек за награды турнира поборются гомельчанки Виолетта Чирик и Мария Мамашук. В греко-римской борьбе выступит Кирилл Грищенко. Отмечу, на данный момент национальная команда готовится к мультиспортивному форуму. Мужская команда тренируется в стайках, женская – в Логойске. Напомню, на вторых европейских играх турнир по трем видам борьбы пройдет с 25 по 30 июня. Во Дворце спорта 288 атлетов разыграют 18 комплектов наград. В Гомеле прошла спартакиада школьников по легкой атлетике. В соревнованиях участвовали 250 юных спортсменов со всех регионов области. Они соревновались в беге и беге с барьерами, в спортивной ходьбе, в прыжках в высоту, длину шестом и тройном прыжке с разбега, а также в толкании ядра и метании копья. Кроме этого, девушки определяли лучших в пятиборье, а юноши в шестиборье. По итогам соревнований определились победители в общем зачете по трем возрастным группам. В первой группе «Викторию» завоевала команда Жлобинского района, во второй – Добружского, в третьей – Хойникского. Спартакиада по гребле на байдарках и Кануэ стартует завтра в Гомеле. Она соберет более ста юных спортсменов. На старт выйдут гребцы 2004-2005 годов рождения из шести регионов Беларуси и Минска. Цель соревнований – не только привлечь школьников к здоровому образу жизни и занятию спортом, но и отобрать лучших спортсменов в областные и национальные команды. Состязания пройдут на базе специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва номер 6 по гребле. Начало в 10.00. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Субтитры создавал DimaTorzok